Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В деревне Крюковича в результате пожара уничтожена шиферная кровля кирпичного сарая на площади 48 квадратных метров. Повреждено имущество хозяйки строения. Причина пожара устанавливается. Сильный ветер стал причиной происшествия в Реческом районе. Сломленное дерево повредило линии электропередач. В результате обрыва без электричества остались два населенных пункта. Это более 30 домов, в которых проживает без малого 40 человек. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в ближайшие дни на большей части региона ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах объявлено штормовое предупреждение. И в завершении выпуска оперативной информации сотрудников госавтоинспекции региона. За прошедшие сутки на территории области выявлено более 700 нарушений правил дорожного движения. 14 водителей управляли транспортом и 13 пешеходов участвовали в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения. 160 водителей нарушили скоростной режим. На территории области зарегистрировано 24 ДТП, в которых никто не пострадал. Госавтоинспекция Гомельской области ведет поиск очевидцев. 2 апреля 2018 года примерно в 20.30 на улице Богдана Хмельницкого города Гомеля на пересечении с улицы Жукова произошло дорожно-транспортное происшествие с части автомобиля «Фиат» и пешехода. Также с 12 по 17 апреля период времени с 12 часов нестановленный водитель управляя крупногабаритным транспортным средством либо грузовым при движении по проспекту Победы города Гомель совершил наезд на рекламную тумбу, расположенную напротив дома номер 2 по площади Победы. Причинив ее механические повреждения, с места ДТП скрылся. Граждане, располагающие какой-либо информацией по указанным происшествиям, просьба сообщить по указанным телефонам в госавтоинспекцию. Такой обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.